У нас в гостях заместитель начальника межрайона ФНС России номер 14 по Московской области Дмитрий Иноземцев. Сегодня мы поговорим о нововведениях в налоговом законодательстве. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. И первый вопрос. Какие существенные изменения в системе налогообложения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут с 1 января 2021 года? Ну, одно из существенных изменений, которое нас всех ожидает, это отмена единого налога на вмененный доход, или как он еще называется, ЕНВД. Он коснется достаточно большого количества предпринимателей у нас в районе, так как у нас на сегодняшний день зарегистрировано больше 450 юридических лиц и более полутора тысяч индивидуальных предпринимателей, которые применяют эту систему налогообложения. С 1 января 2021 года данная система налогообложения больше действовать не будет. Какие последствия юридические и правовые будут для налогоплательщиков? В первую очередь, если налогоплательщик не подаст заявление о переходе на иную систему налогообложения, то автоматически к нему он будет считаться применяющим основную систему налогообложения. С уплатой НДС и иными налогами, которые в данной системе налогообложения обязательны. Но так как у нас есть еще различные особые режимы налогообложения, то можно написать заявление и перейти на иные системы налогообложения. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей это может быть упрощенная система налогообложения. Ее параметры данной системы критически это с 2021 года максимальный порог 150 миллионов и при превышении порога 150 миллионов дохода за год до 200. Там некоторое повышение налоговой ставки следует. И другой параметр это количество занятых сотрудников. То есть до переходного периода это 100 человек, а переходный период с повышенной ставкой налогообложения это от 100 до 130. При превышении этих максимальных порогов, то есть по доходу 200 миллионов и по численности сотрудников 130 человек, данный налогоплательщик переходит автоматически на общую систему налогообложения. Второй режим налогообложения для индивидуальных предпринимателей, который может быть это патент. Если ваша деятельность попадает под патент, под право использования патента, ну а при обязательном условии, что у вас не может быть более 15 сотрудников всего. И третье это также индивидуальные предприниматели могут использовать право на применение налога на профессиональный доход или как их еще называют самозанятые. Тоже два основных условия. Основных условия это ваш вид деятельности должен соответствовать для использования данной системы налогообложения и у вас не может быть никаких наемных работников. Есть еще один вид налогообложения, называется единый сельскохозяйственный налог, но у нас пока нет ни одного налогоплательщика, который его применяет. Но если такое случится, мы будем только рады. Вот это основные те изменения, которые, наверное, будут наиболее важны на сегодняшний день для наших налогоплательщиков, о чем я хотел вам сказать. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. А каким образом будет осуществляться уплата имущественных налогов в 2020 году? Да, в 2020 году мы с вами платим налоги за 2019 год, как физические лица. Это имущественные налоги, налог на землю, налог на транспорт и НДФЛ. НДФЛ уплачивается в том случае, если налоговый агент по какой-либо причине не произвел с вас положенное удержание и не перечислил их в бюджет Российской Федерации. Соответственно, срок уплаты по имущественным налогам в этом году установлен 1 декабря. Для удобства налогоплательщиков на сайте налоговой службы в личном кабинете вы можете совершить единый налоговый платеж. Каким образом она осуществляется? Вы платите единую сумму, а мы уже в налоговой инспекции разносим эту сумму по тем видам налогов, по которым у вас будет обязанность к уплате. Я хочу попросить всех налогоплательщиков, как и в прошлом году, тоже я об этом говорил, просьба всех открывать личный кабинет для удобства общения с налоговым органом. Дело в том, что на сегодняшний день у нас в связи с ограничениями, связанными с противоэпидемиологическими мероприятиями, прием осуществляется либо по предварительной записи, также есть и живая очередь, но ограничено количество посетителей в зале. Работают все сотрудники, работают все окна, но просто мы не можем сразу большое количество людей в зал запустить. Я прошу отнестись к этому с пониманием. Огромное количество людей уже подключили личный кабинет, и именно через него вы можете осуществить единый налоговый платеж. Там более 50 сервисов разработано для удобства налогоплательщиков, которые можно применять. Ничего сложного в этом нет. Для того, чтобы подключить личный кабинет, нужно обратиться лично либо в налоговую инспекцию, либо в МФЦ. Вот, собственно говоря, наверное, все. Спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях был заместитель начальника межрайона ФНС России номер 14 по Московской области Дмитрий Иноземцев. Продолжение следует...